Посвящается нашим дедам и прадедам, защитившим Родину в годы Великой Отечественной войны. Так бывает, что в обычной суете мы забываем, что вокруг нас живут самые настоящие герои. В далеком 1941-м они были самыми обычными людьми. Они работали на заводах, растили хлеб, ходили в школу и все надеялись на светлую и счастливую жизнь. Одним из таких людей был и Сырцов Сергей Алексеевич. Родился я 24 июня 1925 года. Это уже давно получается. Деревня Медвежка, западная Сибирь, Омской области, ныне Кеменская область. Ну, а дальше, конечно, как и все, рос потихоньку. Вот, жалко говорится. Начал учение, в то время еще у нас школа была, да, далеко, где-то метра 4, наверное, от нашей деревни. И так продолжалось до 1941 года. А потом пришла война. Пришел враг, и общая беда объединила всех. Слышав это сообщение, конечно, мы сразу как-то перестроились. И настроение сразу стало такое, что надо что-то делать полезное сейчас. А в это время я заканчивал седьмой класс. После окончания военного училища, буквально через несколько дней, значит, нас сразу повезли на фронт. Пришла уже в это время операция «Багартион». Я попал в 1-й Крыбалтийский. 1-й Крыбалтийский, 154-ю стрелковую дивизию. Тогда еще никто не знал, чем закончится новый день. И будет ли его товарищ, или он сам жив после следующего боя. Смерть была повсюду, проходила рядом. Каждый новый день мог стать последним. Пройдя Белоруссию, сейчас мы уже оказались около Латвии. Мой взвод практически первым прорвался туда. И захватили траншею, выбили оттуда немцев. И мы заняли там оборону. Буквально через часа полтора-два они решили восстановить положение. В общем, три контратаки практически мы отмели. Где-то во второй половине дня меня ранило. Наши потом войска уже пошли. Меня эвакуировали в воздух. И за этот бой практически была первая награда моя. Но даже тогда, во время жестоких боев, они не ожесточились сердцем. Ведь остаться человеком в самых нечеловеческих условиях – особое мужество. Они боялись то, что их будут уничтожать, что они будут издеваться над ней, пятая, десятая. Но это, конечно, наш солдат, он не мог даже и позволить себе. Как это так? Детей там, женщин там, трогать и прочее, прочее. А потом была победа. День, который ждали так долго, что не сразу поверили в то, что он наступил. А вот 9-го в 2 часа ночи подъем, тревога. Закончилась война. Как война закончилась? Вообще недоумение. Как-то вдруг, внезапно, закончилась война. Так вроде-то не бывает. Но тут, значит, все объявили, значит, ага, кто, значит, так, минометчики, минометы. Давай прямо в море стрелять. Значит, ну, автоматы упал, пистолеты, стрельба поднялась. Думали, не дойдем, оказывается, дошли. Оказывается, все можно сделать, совершить. Все, теперь можно по домам. В послевоенные годы Сергей Алексеевич продолжил службу в армии. Возглавлял отдел призыва военного комиссариата Ростовской области. Организовывал и проводил работу по допризывной подготовке военнослужащих. При его непосредственном участии был построен сборный пункт области в городе Батайске. С 2008 года Сергей Алексеевич, председатель Ростовского областного совета ветеранов войны и вооруженных сил, принимает самое активное участие в проведении военно-патриотической работы среди молодежи ДОНА.